здравствуйте друзья пятница вечерний вопросец на дорожку мне 28 лет не замужем живу в казахстане зовут девушку а я там в конце будет имею диплом экономиста с казахстанского вуза и магистрский диплом hr human resources отдел кадров с британского вуза к сожалению не самого престижного но все же на и чара поступала так как хотела вывести себя из зоны комфорта и общаться с людьми я интроверт да есть бесценный опыт работы эйчаром в международных компаниях год 8 месяцев плюс 9 месяцев и также в казахстанской компании но для американцев наверное это не важно если есть американские опыты и плюс не американский уже уже складывается если американского нет тогда конечно в основном опыт работы был направление работы с персоналом то есть больше как hr generalist но это направление поднадоело и хотелось бы перейти в направлении по тут такие аббревиатурки hr is slash hcms то есть я так понимаю что это hr information systems вот что-нибудь такое management systems так как мне в целом нравятся передовые технологии в hr нравится работать с цифрами и репортами это не раз отмечали мои менеджеры такой аналитический человек понятно всегда старалась оптимизировать hr процессы через имеющиеся подручные программы и школу закончила с математическим уклоном была тяга к математике но это пока только задумка понимаю что в этом направлении работают в основном люди с айти образованием и разбирающиеся в софтах поэтому первое хотелось бы узнать ваше мнение насколько будет реально осуществить такую задумку в штатах как можно будет создать свою неповторимую ценность для американского рынка на данный момент взялась за английский так как разговорные все-таки хромает также хочу получить сертификат по hr с беркли университета в следующем году видимо онлайн очень такой на программиста учиться мне кажется поздновато и займет достаточно долгое время если по вашему мнению перейти в такое направление вполне реально что еще нужно будет подтянуть чтобы вы посоветовали второе также интересует ваша школа все-таки значит вот значит все-таки не чистый и чар с моим образованием и небольшим багажом опыта я еще раз возвращаюсь к образованию экономист экономист возможно ли найти свою нишу в тестировании даже не сомневайтесь ласточка в одном из видео вы говорили что люди с мед образованием очень востребованы в качестве тестеров а что насчет и чаров третье в общем вообще в целом с высоты вашего опыта посоветуйте пожалуйста какого направления придерживаться спасибо а я казахстан ну что ж друзья я знаете вот несколько раз говорил что когда мы протестирование разговариваем программным обеспечением то я чувствую себя таким доктором которому приходят там одни говорят горло болит другие говорят там поджелудочная проблема третий говорит хромая на две ноги а я говорю нормально чем эти клистир влепим два ведра и будешь как огурец вот то есть я как бы с клистиром двух ведерном на каждого лечу хотя помогает в целом очень помогает это происходит в частности из-за того что диагностика неправильная он думает что он хромает а на самом деле все его проблемы снимаются клистиром так вот отвечая на вопросы вот как мы от ай получили у нас очень очень много таких вопросов вы замечаете лишь не копаю там куда-то закапываете вопросы я же их на поверхность вы видите вопросов много у меня теперь вторая клизма и в этом деле появляется значит вторая моя клизма она такая я говорю а разрешение на работу у тебя есть понимаете как создать неповторимую ценность для американского работодателя не имея разрешения на работу в сша вот ведь вопрос какой сложный мы решаем понимаете я когда был мальчиком еще я сейчас не девочка но после в подростковом таком возрасте я очень любил рассказ белый пудель такой писатель куприн вот очень очень хороший очень мне очень нравится вот куприн белый пудель и там значит дедушка с мальчиком ходили и у них пудель чик был вот это самый белый пудель и они делали такие ну там представления значит мальчик там немножко из акробатики значит пуделек там то что всякие изображал чего дедушка там на шарманке играл в общем как-то они так ходили в крыму делу было вот вот буквально там где сами знаете что сейчас в общем вот там они ходили и там какой-то был богатый дяденька нехороший который хотел для своего мальчика точнее мальчик там расплакался богатый они по они делали представление для в богатых домах там ну на улице в основном и мальчик расплакался мол пуделю хочет и они говорят почем пудель будет значит они не продается и тут вот значит но и короче их поперли оттуда и там была такая фраза сакраментальная значит то есть когда их перли дворник значит ну так чтобы показать нелегитимность вот их так сказать присутствие там и все такого дворник кричал а пачпорт у тебя есть это видимо было время когда паспортов не хватало на все на все население российской империи я не знаю там но вот видимо у них не было пачпорта я не знаю в чем была причина его получить поскольку не знаю проблем тех этого времени но вот пачпорт у тебя есть а мы советские люди все были с пачпортом вот ведь как в отличие от дореволюционного и вот я хочу вот как тот дворник значит но это моя клизма да он с метелкой а я с клизмой я говорю а разрешение на работу тебя есть нету значит и вот это вот как бы работа на опережение создать ли мне какую-то ценность как работник hr по которому у меня и высшего образования как бы нет получается да то есть она экономист а и чаром она училась диплом британского вуза я не знаю какого достоинства диплом и я так понимаю что вуз британский но она не жила в это время в англии а как-то заочно училась там я не знаю онлайн его там или что-то я не знаю дает ли этот диплом ей возможность например получить h1b рабочую визу в области вечера честно я я как-то предполагаю что вряд ли у меня там есть бакалавр там или мастер иначе бы она сказала наверное об этом вот и сертификат который она хочет получить онлайн его там в беркли университете беркли тоже тоже он как бы такого же плана поэтому вот понимаете нерешенность нерешенность вопроса о наличии права на работу делает всю эту вот историю все это обсуждение совершенно бессмысленным если бы а я сказала например так михаил вот у меня в жизни такой интерес да я понимаю что причем на работу меня нет и просто так вот но просто помолившись там не знаю она она ко мне не упадет соответственно я вот планирую там не знаю в течение ближайших полугода приехать там соединенные штаты обратиться за политическим убежищем по ходу дела буду там подрабатывать я не знаю там кем чем и так далее вот через полгода я получу разрешение на работу вот в этой ситуации могу ли я и чаром с технологическим уклоном и так далее и не нужно никакой неповторимости нужно просто быть добротным там специалистом своей области и безусловно в сша и чаром устроиться непросто я вижу много американцев которые учатся заканчивают местные университеты далеко не самые плохие и хотят работать в эйчар и заканчивают по эйчар и это очень очень сложно устроиться на такую работу хорошее место там и так далее вот почему то я не знаю как то видимо востребовано очень среди американцев под вычар работать не знаю непросто что касается там софтвер тестировать слушайте молодая девочка так раз образование два образования я даже не спрашиваю какой какая разница какой технологии увлекаются математика и легко давалось интровертированная но разговорившись немножко на этом и чаре да ласточка ты менеджером будешь через год тоже мне все что осталось а и до того чтобы после начала работы в тестировании стать менеджером за год все что осталось это иметь разрешение на работу все остальное оно просто как вот ну она уже приделано там понимаете вот не оторвать ничего не ничего не тянет канат и тянешь вот он вытаскиваешь там а там сеть а там рыбка золотая в этом но надо к морю подойти понимаете чтобы за сеть до вытащить ты же не можешь на горе сидеть а из моря сеть тащить поэтому вот такой такой мой ответ значит я начинаю с этого видео значит ходить с двумя клизмами до первое будет тестированием а вторая будет а пачпорт у тебя есть нет пачпорта быстро пошла получила пачпорт я понимаю там проблемы вы были какие-то я понимаю там надо было бы пешком там с какой-то клюкой там протопать пешком от казахстана до калифорнии через океан переплыть да не нужно ничего приехала подала получила и пошла вот уж проблемы то ё-моё я уже не говорю о том что девочка молодая видно что хорошая она занимается на трудолюбивая у нее интерес жизни и тогда замуж бы вышла я не а чё а чё теперь девушки не выйти замуж тем более 28 лет это не 16 только нормально можно замуж быть почему не выйти замуж вот и и пожалуйста вот тебе вся жизнь поэтому из мира фантазий переходите в реальный мир реальный мир даже лучше чем то что вы себя давно фантазировали реальный мир намного лучше пришел сделал получил и понеслось а фантазировать можно до конца своих дней и никакого действия не требуется понимаете в чем кошмар фантазии фантазия не требует действия пошел какой-то сертификат никому не нужный получил пошел там еще что-то такое а вот то образование котируется а это не котируется и вот ходит до 40 лет можно сидеть и до 60 можно фантазировать что фантазировать пошел и сделал 28 лет когда что делать ты еще будешь вот мне под 60 я вам сказал намного сложнее под 60 чет делать чем 28 мама родная да если б я в америку приехал в 28 они в 34 35 вы даже не писаете какая разница между 28 там и 35 если речь об эмиграции поэтому а я солнышко возвращаемся к реальности и шпарим на всю катушку получаем результат хорошо вот потом как начнется этот процесс к нам на канал вы расскажем всем счастливо